Уже больше года, как вся Россия, активно помогает нашим подразделениям, которые участвуют в специальной военной операции. Добровольцы собирают всё необходимое, в чём нуждаются наши бойцы, от амуниции до средств гигиены. При этом очень важно, чтобы всё собранное попало непосредственно в руки солдат и офицеров, а не осело на непонятных складах. Многие для этого приезжают на самую передовую. Среди таких есть и тверские добровольцы. Казалось бы, уже привычная картина. Микроавтобус, который заполняется всевозможными коробками и пакетами. Рядом большой склад, где их тоже лежит немало. И совсем скоро погрузка продолжится. Идёт комплектование очередной партии помощи фронту, организованной Тверской торгово-промышленной палатой. Её члены нередко принимают личное участие. Захаров Александр Николаевич сел на свою машину, объездил все магазины тверские, собрал все плащи, дождевики от рыбаков, от охотников. Загрузили. Потом, значит, одна мама говорит, что сыновья там нуждаются. Вот есть бушлаты жесткие. Натирают там шею и так далее. Связали шарфики. Как известно, жители нашей области воюют там не только в составе подразделений, переброшенных из других регионов. В зоне СВО своими мощными залпами врага громят и тверские артиллеристы. Поэтому, конечно же, о них не забыли. Вы знаете, что напротив технического университета у нас воинская часть стоит. Как раз эта воинская часть, она вот в зоне СВО находится. И мы решили, что будет правильнее, наверное, адресно помогать вот этим нашим бойцам. Поэтому поддержали инициативу Тверской торгово-промышленной палаты. За рулем этого микроавтобуса будет сидеть Джасм Тамаян с напарником. У него сын освобождает Донбасс от украинских националистов. За плечами Джасма, имеющего позывной «Маджит», уже много рейсов в зону СВО. Причем по опыту знаю, что не всегда грузы доходят непосредственно до бойцов. Он доезжает до самой линии фронта, что сделать очень тяжело. Там практически, скажу честно, дорог нет. Дороги очень плохие. Мы едем, грубо говоря, допустим, нам надо доехать до линии фронта. И чтобы немножко заехать до линии фронта, это где-то начинается 170 километров. Мы едем вот этот промежуток 15-16 часов. То есть 20 километров в час, 30 километров в час дорог практически нет. Джаш Сантамаян отмечает, что у него немало соратников по всему Верхней Волжью. Новоторка Светлана Кузнецова, Михаил Хромцов из Зату Озерной, валачанин Тимур Дрбоев и много-много других настоящих патриотов, которые вносят свою лепту в дело помощи нашим солдатам и офицерам. Новоторка Светлана Кузнецова, Михаил Хромцов, 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 Михаил Хромцов. Продолжение следует...